Швивая горка. Разные такие смешные версии появляются. Швивая, потому что слобода швецов. Ну вот, швивая, потому что здесь действительно были найдены так называемые иноземные слободаны. Есть такие на немецком языке. И типа, так как наши относились к иноверцам с каким-то таким напряжением, типа у них шеи, и поэтому они такие не чистые. Это как паганый пруд, потому что паган фолк языческий, фольклор, языческое место. А на самом деле, самая удобоваримая версия, связанная с основанием Даля Владимира Ивановича, он говорил, что уш, слово уш, это такой каталог, который рос по берегам рек. А тут, так как две речки Яуза и Москва-река, то вот это растение было. И как бы стали называть ее ушью, швивая, швивая, ну и потом вот так, собственно, перешло. Именно здесь считается, вот, некоторыми исследованиями, что возможно сделать здесь нашли раскопки 10 века. То есть еще до того, как здесь была Москва, нам известная. Так что вот нам предстоит узнать, что Москва здесь оставалась. Вы видите перед собой, ой, подождите, я большой батин-периолог, значит, это наша московская метаморфоза. В 22-м году, когда была перепись улицы, там переименование определенное, вообще он был Вагин. И в честь архитектора, который построил вот эту церковь Никиты Великомучеников в конце 15-го века, Емельяна Сынелагина. Внутри вот это получился ватин. Малого нету, ну, большой вот ватин. Вот. Это оконская подбурья сейчас, уже в мистическом году, оконская метаморфоза. И вот здесь, в этой съемке, у нас пушили с пушином доносили, знаете, как раз где вы стоите. Здесь уже была такая булыжная мостовая тогда. Вот такой вот кадр я оттуда вытащила. А еще, может, кто-то... Потом в ушко встал, Мэль, а потом... Все замастила. Вот. И еще, если вы смотрели, дипломная работа Андрона Концеловского. Мальчик и голод называется. Он живет в доме на Солянке, этот мальчик. Он очень хочет голубя. А голубятник живет вот здесь, прямо на территории церкви. Вот. И голубь улетает все время к нему. И мальчик опять собирает там последние деньги, кто продает, и идет опять покупать этого голубя. Интересный фильм. Кстати, в советские годы здесь размещался склад киностудии Диафин. Вот. Ну, а теперь мы сейчас с вами зайдем во двор дома на Котельнической набережной. Там будет горка вниз. Поэтому мы сейчас посмотрим. Мы по короткому маршруту или по длинному. Диафинка. Продолжение следует. Спасибо.